Книги про детство расскажут вам о важном отрезке жизни, отмахнуться от которого ни у кого не получится. Позвольте воспоминаниям снова ожить и вернуть вас туда, в детство. «Сладость на корочке пирога» – это первая книга из серии детективов про Флавию Дейлёс. Одиннадцатилетнюю девочку, обладающую аналитическим складом ума, увлекающейся химией и ядами. Написана книга достаточно богатым языком, через который вам иногда придется пробираться. «Сладость на корочке пирога» – отличная книга для человека, любящего детективные романы. И еще более прекрасная книга для подростка, только постигающего литературный мир. Книга «35 кило надежды» вернет вас в детство с первых страниц. Вы сразу вспомните те беззаботные дни, когда от вас требовали только делать домашние задания. Никакой работы, уборки, коммунальных платежей и остальных взрослых вещей, которые нужно делать сейчас. Добрая, легкая книга о семье и поддержке близких, о силе любви и мечтах, которые обязательно должны сбываться. Здесь вы не найдете сложных слов и мыслей. Наверное, именно этого и не хватает в нашей обычной жизни – легкости, искренности и простоты. Эта книга, как чашка вкусного кофе, оставляет приятное послевкусие и улыбку. Полианна – это не только про маленькую девочку, умеющую радоваться любой ситуации и готовой делиться этим прекрасным чувством со всеми окружающими. Это еще и о взрослых людях, успевших погрузиться в пучино долга, именно с большой буквы «долга», старых обид и жалости к себе. А тех, кому послать денежное пожертвование, детям далеких стран проще, чем найти дом парнишке-сироте и своего городка. Кто навеки облачил себя в черной одежде или не смыслит другой прически, кроме строго старящего лет на десять пучка на затылке. А тех, кому очень нужен ясный весенний лучик, пропущенный через хрустальную подвеску старинной люстры. Ведь он может не только подсветить ненароком просмотренную пыль, но и преобразиться в солнечного зайчика, глядя на которого невозможно остаться хмурым. Мост терабитию можно назвать классикой детской литературы. Глубокая трагедия, которая разворачивается по сюжету. И трагедия не только в очевидных вещах, она есть на каждой странице, в каждой строке, в каждой мысли автора, который говорит устами младенца. И тем трагичнее все это звучит, потому что от ребенка ожидаешь чего-то легкого, веселого и беззаботного, но никак не чувства безысходности и тоски. Попытка взглянуть детскими глазами на совсем не детские вещи. На удивление в книге затронута не только тема дружбы и смерти, но также тема домашнего насилия и даже немного классовое неравенство и религия. Мария Анна Петросян создала неповторимый мир и смогла передать видение мира не просто подростков, но детей инвалидов, брошенных и никому не нужных. Они создали свой мир, свои законы и свой взгляд на эту жизнь. Персонажей очень много, но каждый прописан ярко и с любовью. Очень часто ты забываешь о том, сколько лет этим детям, так как они очень тонко чувствуют жизнь. Да, по-особому, через сказку, но всегда точно в цель. Но очень много метафор и насказания и даже передача эмоций вместо информации, сказок вместо реальности. Такое обилие многих может отпугнуть, но если ты стал частью дома, то это наоборот добавляет лишней загадки, которые ты постигаешь и принимаешь. В книге Марии Парк главная героиня – девятилетняя девочка Тони Глимердалл с огромной копной рыжих волос, которая живет на далеком норвежском хуторе Глимердалл с папой и мамой. Правда, мама Тони часто уезжает на север, она исследователь и изучает ледники и океан, а папа Тони – фермер. Тони из категории детей, про которых говорят «шила в одном месте». Местные жители иногда зовут ее Тоня Грохотоня или Гроза Глимердала. Ее девиз – скорость и самоуважение. С ней никто не сюсюкает, к ней относятся как к взрослому человеку. Она большая выдумщица на развлечения, иногда очень смелая или даже опасная. Она добрая и умная не по годам девочка, хорошо учится в школе и мечтает о большой компании детей, с которыми можно играть. Неподалеку есть кемпинг, здоровье. Раньше Тони играла с приезжающими туда детьми, но новый хозяин провозгласил свои правила и въезд детьми стал запрещен. Как вы понимаете, Тони не будет с этим мириться, и общение с этим персонажем складывается непросто. «Вафельное сердце» – это книга о приключениях девятилетнего мальчика Трилли и его подруги и соседки Лены, живущих в бухте в щепке Матилды. Парочка постоянно влипает в забавные, трогательные, а порой и опасные ситуации, инициатором которых чаще всего выступала непоседливая Лена. Книга о настоящих ценностях, о семье и дружбе, о жизни и о смерти, об ответственности за свои поступки и действия. История затянет вас в первых строк, как будто вы снова очтились в детстве. Это по-семейному теплая, а местами по-настоящему грустная книга. Вы почувствуете всю историю на себе. Советуем прочитать эту книгу не только детям, но и взрослым, которые хотят вновь почувствовать себя ребенком. Манюня – светлый, пропитанный солнцем и запахами Южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках – Нари и Манюне, о грозной и доброй бар бабушке Манюне и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусную ситуацию. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детства, которое делает человека счастливым на всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok